Здравствуйте, друзья! Меня зовут Богатейший Ди, и добро пожаловать в новое видео! Сегодня мы снова увидели пример правила «покупай на слухах и продавай на новостях». Спотовые биткоин и теф были запущены в Гонконге, и это был настоящий праздник, и вот как это выглядело. Биткоин сначала бан в Китае, а затем захват мировых рынков. Что ж, пока не совсем так. ETF-эксперт в Блумберге Эрик Балчуна спишет, что, по его словам, один из крупнейших фондов Китая China AMC уверен, что Гонконг сможет превзойти США по потокам и объему спотовых биткоин-ETF в первый день торгов. Также он говорит, что и другие регионы, такие как Сингапур и Ближний Восток, тоже могут стремиться к спотовым биткоин-ETF, хотя подтверждено, что ETF не распространяется на материковый Китай. Последнее, кстати, не совсем правда. Те, у кого есть деньги на материковом Китае, также имеют и обходные пути, которые ведут в спотовый биткоин-ETF в Гонконге. Но что именно произошло? Что это? Обман, манипуляция или заблуждение? Новость от позавчерашнего дня, это важно. Гонконгские биткоин-ETF начнут торговаться завтра. AMC считает, что они получат более 125 миллионов долларов в первый день торгов. И все в восторге. Это хороший противовес продолжающимся продажам грейскейла в США. Но что произошло после дебюта спотового биткоин-ETF в Гонконге? А произошло то, что трейдеры недовольны. Они пишут, нам обещали 300 миллионов долларов объема в первый день торговли спотовыми ETF-ами в Гонконге. Так что да, этого не произошло. Обещания не оправдались. Объемы были очень маленькие. Но за кулисами тоже происходят странные вещи, на которые остальные не обращают внимания. Многие просто драматизируют, манипулируют, преувеличивают, используя низкие значения объема в первый день торгов. Прежде всего, несмотря на низкие объемы торгов, China AMC привлек активы на сумму 121 миллион долларов. Не 125, как обещал, но все-таки очень близко. Да, это меньше, чем результаты американских ETF-ов в день дебюта. Но это больше, чем американские биткоин-ETF привлекли за последние 6 торговых дней. Кроме этого, привлеченные 121 миллион долларов в первый день ставят China AMC на шестое место из 82 ETF-ов, запущенных в последние 3 года в Гонконге. А также вносит этот спотовый биткоин-ETF от China AMC в 20% лучших в целом. Об этом почему-то никто не говорит. Все говорят о малом объеме торгов, из-за чего биткоин и посыпался. Ведь люди сделали вывод, что покупатель в Гонконге не заинтересован в биткоине за 60 тысяч долларов. Ему нужен более дешевый биткоин. Пара моментов, которые я извлек из этого. Во-первых, объем был небольшой, это правда. И это значит, что этот 121 миллион долларов, что очень близко к обещанию в 125, были собраны наперед. И они знали об этом. Во-вторых, похоже, что эти гонконгские ETF-ы хотят привлечь деньги из других стран. И они явно пытаются конкурировать с США. Однако рынок Гонконга гораздо меньше, чем американский. Если, конечно, не протянуть рельсы для облегчения течения капитала из материкового Китая. Так что в целом, да, объемы не оправдали обещаний. Но деньги в спотовых биткоин ETF-ов в Гонконге на месте. И, скорее всего, они накапливались там в течение месяцев так называемого пассивного инвестирования. То есть привлечения инвестиций на стадии разработки. Именно поэтому они не особо повлияли на рынок. Есть еще одна теория, о которой придерживаются некоторые люди. Она заключается в том, что кошелек Мистер Сток, который постоянно покупает 100 биткоинов в день, недавно, два дня назад, вывел 1000 биткоинов. Хм, 121 миллион долларов. Это примерно 2000 биткоинов. И Мистер Сток вывел 1000 биткоинов несколько дней назад. Я не знаю, куда действительно ведут эти хлебные крошки, но происходят какие-то странные вещи. Неужели именно этот кошелек участвовал в повсевном инвестировании гонконгского спотового биткоина ETF-а? Итак, объемы гонконгских спотовых ETF-ов около 12,4 миллиона долларов, что достаточно много для этого рынка. Это эквивалентно 1,6 миллиарда долларов в США. Но китайская AMC сообщила о 141 миллионе долларов в своих спотовых биткоин и эфириум ETF-ах, 121 миллион из которых приходится на биткоин и 20 миллионов на эфириум. Конечно, ожидалось, что эфир будет менее популярным, чем биткоин, и это оказалось правдой. Но опять же, возможно, из-за того, что у них есть возможности пассивного инвестирования, когда люди могли инвестировать в спотовый биткоин ETF. Но опять же, возможно, объемы такие низкие, потому что у них были возможности пассивного инвестирования, когда люди могли инвестировать в спотовый биткоин ETF еще на этапе его разработки, а не после запуска. Вот почему эти 141 миллион долларов не учтены в объемах торгов с потовыми биткоин ETF в Гонконге. И на самом деле этот объем составил не 12 миллионов долларов, а 160-170 миллионов долларов. Получается, рынок, инвесторы и трейдеры совсем неправильно все поняли, неправильно оценили. А Гонконг, можно сказать, немножко ввел нас в заблуждение, обманул нас, простыми словами. Не получится. Микростратегия купила 122 биткоина в апреле. Это лучшая стратегия, просто покупаешь раз в месяц на фиксированную сумму и ждешь 5-10 лет. Кстати, акции микростратегии недавно упали. Из-за того, что в их отчете о доходах было обнаружено, что компания пока что не приняла новые стандарты финансового учета FASB. Люди разочаровались и пишут, что такая микростратегия больше не нужна инвесторам. Разочарование происходит тогда, когда что-то не является столь же масштабным, каким казалось в ожиданиях. Посмотри на месячный график биткоина. Здесь мы видим 7 зеленых свечей подряд. Недавно на своем канале я опубликовал видео о том, что исторически на этом же этапе рынка у биткоина обычно было 6 зеленых свечей подряд, а не 7. 7 это что-то из ряда вон выходящее. А значит, эта серия должна была закончиться красной свечой. В любом случае, я должен напомнить людям, какой путь мы уже успели проделать. За 18 месяцев биткоин вырос с 15 тысяч долларов в конце ноября прошлого года до 60 тысяч долларов. Сейчас это рост в 4 раза. И люди все равно разочарованы результатами. Я этого не понимаю. Чего они ожидали? 40 иксов? 4 тысяч иксов? Биткоин уже слишком жирный для того, чтобы давать такие иксы. Спотовые биткоин ETF в США торгуются уже 75 торговый день. И уже четвертый день подряд притоки денег в спотовый биткоин ETF от BlackRock остаются нулевыми. При этом ARK купил 60 биткоинов, GPTC продал 1550, Fidelity тоже продал, Bitwise тоже продал и Invesco тоже продал. В целом минус 2700 биткоинов, что не очень хорошо. Кровотечение продолжается уже не только у Grayscale, уже и остальные спотовые биткоины ETF фиксируют прибыли. Если разложить это на графики, кровотечение Grayscale, это зеленый график, ускорилось, но остальные графики выглядят какими-то плоскими, как электрокардиограмма. Это значит, что инвесторы в эти ETF выдохлись. Но вернутся ли деньги, покажет время. Математически и исторически должны. Это как синусоида, то приток денег, то отток. Денежный поток в целом, это фиолетовая линия тренда, тоже направлен вниз, и мы находимся сейчас ниже этого тренда. Общий кумулятивный денежный поток также снижается, начиная с 59 торгового дня. Это красный график. Это означает, что и розничные инвесторы не особо спешат в этот рынок. В целом, американские ETF до сих пор держат 534 тысячи биткоинов, но процесс очень сильно замедлился и практически сошел на нет. Как ты видишь, графики абсолютно плоские. Но есть и другие новости. Глобальные криптофонды только что зафиксировали 3 недели подряд оттока средств из криптовалют. И это впервые в истории наблюдений. У нас были оттоки 2 недели подряд, 1 неделю, но не 3 недели подряд. Такого еще не было. 767 миллионов долларов ушли из цифровых активов, из которых 436 миллионов долларов только за прошлую неделю. И да, это влияет на цену. Предложение, спрос и деньги – это одна формула. Когда деньги выходят из этой формулы, цены падают. Вернутся ли они обратно? Обязательно. Знаем ли мы, когда это произойдет? Пока что нет. Интересно, что из биткоина был большой отток средств – 422 миллиона долларов. Из эфириума – 38 миллионов долларов. Но зато притоки наблюдались у целого ряда альткоинов. Вот куда инвестировали фонды, инвестирующие в цифровые активы на прошлой неделе. Солана – 4 миллиона долларов. Лайткоин – 3. Чейнлинк – 2,75. А также файлкоин Фантом и стекс. Есть и другие сумасшедшие новости. Многие удивились, почему после халвинга доходы майнеров подскочили вот здесь. Потому что выросли комиссии из-за запуска протокола РУНС. Но теперь, спустя 10 дней, эти доходы резко обвалились. До уровней осени 2023 года. Что это значит? Есть два варианта. Вознаграждение майнеров стало меньше, а значит, майнерам придется либо отключать свои фермы, что называется капитуляцией майнеров, что, конечно же, повлияет на цену. Либо дождаться роста цены биткоина. Хешрейт биткоина сейчас находится приблизительно на той же отметке, где находился до халвинга. А это означает, что майнеры пока не отключают оборудование. Возможно, ждут роста цены биткоина. Грейскейл продолжает продавать биткоин. И на этом фоне биткоин упал до 60 тысяч долларов. А доходы майнеров отправляются на дно их майнинговой шахты. Сейчас будет суровая правда. Только сильнейший выживет на этом рынке. Это касается не только майнеров. Активность в сети биткоина тоже снизилась. Количество новых адресов сети биткоина снизилось ниже 7-дневной скользящей средней. Это означает, что цена биткоина так долго консолидируется, что новые люди просто не приходят. Но для меня это, наоборот, бычий признак. Важнее всего быть на рынке в момент спада, потому что именно на таком рынке нужно строить фундамент для получения больших прибылей в будущем. Также сегодня все ждут Джерома Паула. Всем интересно, что же сделает председатель ФРС США. Людям просто интересно, станет ли он более жестким или, наоборот, мягким. Будет ли он сохранять спокойствие или просто сойдет с ума? На данный момент никто не знает. Все пытаются предположить, что он собирается сделать. Так что это определенно причина, по которой биткоин демонстрирует большую слабость сегодня. Потому что многие инвесторы опасаются, что Джером Паула станет очень жестким. И даже отменит некоторые из запланированных снижений ставок в этом году. И более того, некоторые даже боятся, что он может задуматься о повышении ставки из-за растущей инфляции. Так что сегодня будет очень важный день для рынка, если Паул еще и повышение ставки объявит. Храни нас Господь. Одна из самых главных причин, по которой рынки сегодня не очень хорошо себя чувствуют, связана с этим отчетом от Макдональдс и других крупных брендов. Они предупреждают, что потребители с низким доходом начинают буквально разваливаться из-за инфляции. Инфляция не является проходящей и временной. Она постоянная и липкая. Даже в том же Макдональдсе цены растут, но при этом меню становится меньше. На самом деле это комбинация и того и другого. Если ты посмотришь на двойной чизбургер в Макдональдсе, он гораздо меньше, чем несколько лет назад, а стоит дороже. Так что это то, что может повлиять на рост процентной ставки ФРС США сегодня. Люди не только стали меньше тратить, они стали больше экономить, но при этом и инфляция растет. Фактически мы видим стагфляцию. Вот с чем приходится иметь дело Пауэллу. Как заставить потребителей начать тратить больше, но при этом не увеличить инфляцию. Кажется, что это невыполнимая задача, но именно ее он и должен решить. Вот почему Уолл Стрит так беспокоится. Потому что это в принципе невозможно решить. Но давай немного позитива. Посмотри на этот график. Разве это не вызывает у тебя шок? Это график принятия биткоина. А это скорость принятия биткоина против скорости принятия интернета. Биткоин в этом плане растет быстрее. Уже до конца 2025 года количество пользователей биткоина может достичь 1 миллиарда человек. Это просто безумие. А в ближайшие 5-10 лет пользователи биткоина будут исчисляться уже несколькими миллиардами. Поэтому можно сказать, что мы все еще в начале пути. А теперь я хочу рассказать тебе про самую главную линию поддержки всех бычьих рынков биткоина. Это 20-недельная средняя скользящая. Она выступала поддержкой булранов в 2013, 2017 и 2021. И выступала поддержкой в 2023 и 2024. Ее пробитие и закрепление ниже нее знаменовало собой начало медвежьего рынка. На этом графике эти моменты отмечены красной стрелкой. Вот цена пробила эту линию поддержки. Попыталась вернуться выше нее и окончательно провалилась вниз. Здесь было то же самое. Цена пробила эту линию поддержки. Два раза попыталась ее пробить и улетела вниз. И что же происходит сейчас? Последнее повторное тестирование этой поддержки было вот здесь в январе 2023 года. Затем мы очень близко подходили к ней вот здесь. И тенью свечи коснулись этой поддержки. Мы и сейчас можем ожидать потенциального тестирования 20-недельной скользящей. Сейчас она составляет 57137 долларов. Но нужно отметить, что с каждым днем эта скользящая становится немного выше. Последнее повторное тестирование этой поддержки было в январе 2023. И для цены биткоина было бы полезно возвращаться к этой скользящей средней каждые несколько месяцев. Чтобы первое, эта скользящая не была слишком параболической. А второе, перегретые рынки индикаторы остывали, открывая пространство для продолжения роста. Цена биткоина во время булрана 2015-2017 касалась этой поддержки 8 раз. В текущем цикле раз, два и возможно сейчас будет третий. Так что пока ничего ненормального на рынке не происходит. Трубить тревогу стоит только после пробития этой линии поддержки и успешного закрепления ниже нее. На этом все. Меня зовут Богатейший Ди. И мы с тобой увидимся в новых видео. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok